Карантин не стал препятствием для предоставления всех коммунальных услуг в полном объеме. В дома и квартиры славянцев бесперебойно поступают вода, газ и электрическая энергия. Осуществляются услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Конечно, чтобы обеспечивать свою работу, ресурсоснабжающим организациям необходимо финансирование. А получают средства для работы эти организации от славянцев, которые оплачивают потребленные ими коммунальные услуги, Чтобы обеспечивать надежную эксплуатацию производственных объектов, необходимо закупать сырье и материалы, производить ремонтные работы, оплачивать первичные энергоресурсы. Поэтому своевременная оплата коммунальных услуг очень важна для ресурсоснабжающих организаций. Оплатить нам за электроэнергию можно несколькими способами. Первое – это зарегистрироваться на сайте АОНЭСК. Второе – завести мобильное приложение и через мобильное приложение произвести оплату. А также можно провести оплату через наших контрагентов. Это Сбербанк, почта. Хочу еще в дополнение сказать, что у почтальонов, у нашего контрагента, у почтальонов есть посттерминалы, на которых люди тоже могут произвести оплату. Кроме того, есть возможность заплатить за электроэнергию непосредственно в Славянск-энергосбыте. Можно произвести оплату в нашей кассе филиала с соблюдением всем мер предосторожностей. Это маска. У нас сотрудник на входе обрабатывает антисептиками руки. И, естественно, соблюдение дистанции при входе 1,5-2 метра. Работа ресурсоснабжающих организаций находится в центре внимания главы Славянского района Романа Синеговского, который вместе с представителями всех заинтересованных служб побывал на предприятиях и осмотрел, как организована работа с потребителями, соблюдаются ли необходимые меры безопасности в период карантина. А вы уже должны регулировать. Видите, очередь развели их. Да, да, да. Очереди нет по одному способу, да? Да. Чтобы было, как должно быть. Ну, все, пожалуй, вот здесь у вас, да? Да. Все, хорошо. Руководство организаций, обеспечивающих коммунальные услуги, понимает, что многие жители сейчас оказались в непростой финансовой ситуации. Поэтому потребителям сейчас предоставлена возможность оплачивать ресурсы без штрафных санкций. Для удобства можно использовать любые доступные формы оплаты. Через кассы, банков, онлайн-платежи, услуги личных кабинетов на сайтах и в мобильных приложениях ресурсоснабжающих организаций. Главное, чтобы не накапливалась задолженность, потому что потом ее будет погасить еще сложнее. И это прекрасно понимают славянцы, которые стараются вовремя оплачивать коммуналку. Хожу и плачу. Я не хочу долгов. И стараюсь никогда, чтобы у меня их не было, этих долгов. И я считаю, что да, требования справедливы. Банк работает, можно прийти без очереди, заплатить. Ну, правда, видите, пускают только по три человека. Три кассы работают, пускают по три. Ну, это, в принципе, нормально. На улице не холодно. И можно подождать. Ничего страшного. Должен знать свои, как сказать, услуги и все остальное. Должен платить, конечно. По-любому должен платить. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги можно и традиционным способом, посещая организации и банки. Но в условиях пандемии становятся предпочтительнее дистанционные платежи. Они позволяют минимизировать личные контакты и платить за все безналичным способом. Это не только самый удобный и быстрый, но и самый безопасный способ оплаты. Андрей Весневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».